Это главные новости страны в студии Салтана Тугельбаева. Здравствуйте! В столице сегодня начался шестой раунд многосторонних переговоров по Сирии. Ираняя сторона процесса удалось договориться, в частности, о создании зон деэкскалации. МИД Казахстана сообщил, что все участники уже прибыли. В Астану на месте работает Саби Байбусинов. Сейчас он с нами на прямой связи. Саби, добрый день! Тебе слово. Добрый день, Салтанат. Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане официально стартовал. Как обычно, встречи, а сегодня, скорее всего, состоятся только двусторонние, проходят за закрытыми дверями. Что можно утверждать на данный момент, так это то, что в Астану приехали все участники переговоров. По крайней мере, в гостинице, где они проходят. Мы сегодня встретили спецпредставителя ООН по Сирии Стафана де Мистуру и главу делегации официального Дамаска Башара Аль-Джафари. От каких-либо комментариев они пока отказываются. Кроме того, по информации пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана, в Астану также прибыли представители стран-гарантов России, Турции и Ирана, ну и, конечно же, представители вооруженной оппозиции, в составе которой как минимум 24 человека. Ожидается, что главной темой переговоров станет создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия уже в действующих, которые расположены в пригородах Дамаска и Хомса, а также на юго-западе Сирии. В пределах зон деэскалации прекращены боевые действия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Я напомню, что соответствующий документ о их создании был подписан в Астане в мае этого года. Добавлю, что Астанинский процесс стал уникальной площадкой по урегулированию сирийского кризиса и длится он уже с начала 2017 года. К этому моменту уже состоялось 5 раундов встреч в январе, феврале, марте, мае и июле. За это время, кроме важного меморандума о создании зон деэскалации, и также странам удалось согласовать положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии. Мне остается добавить, что совместное заседание по итогам 6 раунда состоится только завтра, в пятницу. Салтанат, на данную минуту у меня все. Спасибо, Саби. На прямой связи с места проведения шестого раунда переговоров по Сирии в Астане был Саби Байбусинов. Подробности от него ждем в вечерних новостях в 21.00. Тем временем продолжается обсуждение деятельности Казахстана в организации исламского сотрудничества. Представители международного экспертного сообщества высоко оценивают итоги первого саммита ОИС по науке и технологии. На днях его работа завершилась в Астане. По мнению президента общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслава Матузова, Казахстан может стать локомотивом нового объединения, цель которого – развитие науки и экономики в исламском мире. Здесь заложен очень серьезный большой потенциал. Страны обладают неимоверными финансовыми ресурсами. Взять хотя бы те же Объединенные Арабские Эмираты. По своему инвестиционному потенциалу, а это 1 триллион долларов США, Эмираты находятся на первом месте в мире. Вот эта встреча в Астане, она, безусловно, открывает огромные перспективы. Казахстан – это страна, которая обладает технологичным, научным потенциалом. И она может по объективным показателям быть вот этим самым локомотивом развития всего исламского мира. В республике же продолжается обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. Реформы поддерживают представители общественности. Наша главная задача – казахский язык перевести на латиницу безболезненно, чтобы это было понятно каждому. Главное – мы не должны потерять звучание казахских слов, их смысл и историю. В целом, латинским алфавитом пользуется весь мир. И если мы переведем казахский язык на латинскую графику, то о богатстве нашего языка, культуре и истории узнают еще больше людей в мире. Касым Жамар Тукаев переизбран председателем Сената. По итогам тайного голосования его кандидатура была поддержана депутатами единогласно. Депутатом Сената указом главы государства Тукаев был вновь назначен 13 сентября. В Можилисе в эти минуты завершается обсуждение проекта таможенного кодекса. В парламенте работает Ирина Камышова. Сейчас она на прямой связи со студией готова рассказать о новшествах. Ира, добрый день, тебе слово. Добрый день, Салтанат. О новом таможенном кодексе говорили уже много и вот, наконец, проект дошел до парламентария. Презентовал таможенный кодекс вице-министр национальной экономики Айбатыр Жумагулов. Но чтобы было понятнее, остановлюсь на основных новеллах этого документа. Во-первых, новый таможенный кодекс значительно упрости жизнь бизнесменов. Таможня откажется от бумаги и перейдет на электронное декларирование. С принятием нового кодекса можно будет подать декларацию дистанционно. Никаких дополнительных подтверждающих документов не нужно. Будет внедрена система единого окна. Весь процесс от поставки товара до его выпуска можно будет отследить. Среди новшеств и возможность осрочки уплаты таможенных пошлин от одного месяца до полугода. Не обошлось и без вопросов от депутатов. Рядом со мной находится депутат Мажелиса Сапар Ахметов. Сапар Кайратович, здравствуйте. Расскажите, как таможенный кодекс, насколько таможенный кодекс Казахстана гармонизирован с законами ЕАЭС? Во-первых, сегодня мы ознакомились с самим проектом таможенного кодекса. Необходимо сказать, что наш проект закона в первую очередь гармонизирует с требованиями Всемирной торговой организации, в котором мы являемся членами. И теперь необходимо еще отметить, что в этом году, в апреле месяце, был принят таможенный кодекс ЕАЭС. И теперь национальные законопроекты должны соответствовать этому закону. И это дает возможность нашим предпринимателям работать во всем пространстве ЕАЭС. То есть декларироваться на протяжении всей границы. И работать, перевозить свои товары в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза кодекса. Спасибо. Хочу отметить, наряду с мажилисменами, в обсуждении нового таможенного кодекса принимают участие представители непарламентских политических партий, общественники и представители нацпалаты Атамикен. Далее проект таможенного кодекса будет рассмотрен в рабочих группах. К этому часу у меня все, Салтанат. Спасибо. Ирина, на прямой связи со студией из Мажилиса была наш собственный корреспондент Ирина Камушева. Об изменениях в таможенном кодексе расскажет подробнее наш корреспондент в 21.00 в итоговом выпуске новостей. В Астане сегодня всех желающих учат оказывать первую медицинскую помощь. Мероприятие проходит в Республиканском центре санитарной авиации. В рамках Всемирного дня первой помощи Лаура Байбачанова выучила несколько уроков первой помощи. Спасибо, Салтанат. Сегодня прямо на одной из столичных улиц горожан обучали, как правильно оказать доврачебную помощь. Ситуации, в которых требуется оказание неотложной медицинской помощи, зачастую возникают неожиданно. Это могут быть случаи ДТП, либо сердечный приступ или инсульт. В таких случаях врачи призывают не поддаваться панике, действовать быстро и решительно. По статистике ДТП, даже будем брать в Казахстане, из 100% в 80% практически встречается очень часто. То есть это большие травмы, как травмы головы, травмы позвоночника, остановка сердца. То есть при этом мы можем оказать доврачебную помощь, сделать сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение и зафиксировать конечность, пока скорая едет. Не всегда бывают рядом с нами аптечки, перчаток. Мы можем использовать подручные материалы. Также и сама одежда пострадавшим самого. Такие практические тренинги вообще совместно у нас происходят в первый раз, как бы с Красным полумесяцем и Республиканским центром санитарной авиации. В Республиканском центре санитарной авиации у нас существует уже с этого года учебный тренинговый центр. Мы вот начали обучать всех специалистов. Со школами начали работать, с сонами, в общем, общественными организациями. Мы сейчас обучаем их, как оказать именно первичную неотложную помощь. Зачастую в таких случаях люди просто проходят мимо. Одни боятся, а третий не хотят брать на себя ответственность. Необходимо не забывать в таких случаях о принципе золотого часа. Поэтому специалисты призывают не проходить мимо и оказать неотложную первую медицинскую помощь. А для тех, кто не имеет медицинского образования, специалисты Красного полумесяца могут провести обучающий семинар, либо обучающий тренинг. И к этому часу у нас все. Итоговые выпуски новостей представят мои коллеги в 20.00 и в 21.00. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!